Вы когда-нибудь были настолько голодны, что говорили, будто готовы съесть даже камень? Будьте осторожны в следующий раз, если вы не подразумеваете это на самом деле. Речные камни со специями и приправами – теперь популярное блюдо в Азии. Видео, на которых повара готовят суодио – это название блюда, стали хитом в социальных сетях. Блюда продают на оживленных ночных рынках, готовят прямо на берегу реки, используют в розыгрышах. Некоторые люди в видео не знают, что им подают, и выплевывают этот деликатес. Порция стоит чуть больше двух долларов, но некоторые считают, что это дорого, так как теоретически ингредиенты можно использовать повторно. Суодио берет свое начало в прошлом. Древние азиатские повара не ходили по округе, собирая камни, чтобы подать их как деликатес. Эта традиция не о еде из камней, а о их использовании для придания изюминки супу. И это не любые камни, валяющиеся у дороги. Нам нужны маленькие камни, которые можно найти в реках и ручьях, полных рыбы. Столетия назад, когда не было перекусов на вынос или консервантов, которые помогли бы сохранить свежесть продуктов на долгое время, людям, которые много передвигались на лодках, особенно летом, приходилось нелегко. Когда у них заканчивались запасы мяса и овощей, они проявляли изобретательность, чтобы обеспечить себя едой. Говорят, что Суодио зародилась в закрытой провинции, откуда моряки отправлялись в путешествие, плыли недели и месяцы вниз по реке и в итоге оставались без запасов. Когда рыбы не было в меню, эти находчивые люди обращались к камням и гальке, чтобы разнообразить диету. Камни, прохлаждаясь в компании с рыбами, устрицами, моллюсками и всем, что живет под водой, впитали в себя вкус этих восхитительных речных обитателей. Попадая в кастрюлю, они не превращались в грязную массу, как вы могли бы подумать, а раскрывали бурю изысканного рыбного вкуса. Когда в провинции появились моторизованные суда, и экономическая ситуация улучшилась, блюдо потеряло популярность. Но теперь самое твердое блюдо в мире вернулось, и кажется, оно никого не оставляет равнодушным. Некоторые говорят, что это идеальная закуска для фанатов фитнеса, так как в ней ноль калорий, но при этом она обладает изысканным вкусом. Другие считают, что это негигиенично, поскольку можно бросить камни обратно в воду, а затем вновь вытащить их и приготовить. В любом случае, процесс приготовления этого блюда – это целое зрелище. В идеале нужно добыть свежие камни прямо из реки. Если они остаются на суше слишком долго, то теряют свой вкус. Эти свежие камни обжаривают на свином сале или животном или растительном жире, и вкус распространяется на масло. Затем повара добавляют чеснок, имбирь, чили, шалот, лук, перец и другие специи на свой выбор. Чем больше вы добавляете овощей, тем больше это напоминает теплый зимний суп. Повара приправляют его солью, черным перцем и хлопьями чили. И вуаля! Все готово. Выглядит достаточно просто, поэтому некоторые пользователи ТикТок опробовали это блюдо дома до того, как вокруг него началась вся эта суматоха. Теперь важное замечание. Если вы захотите попробовать суодио, не жуйте камни. Наслаждайтесь ими, получайте от них максимальное удовольствие, а потом выбрасывайте их один за другим. Вы можете сохранить их в качестве сувениров или оставить на тарелке. Когда вы закончите с камнями, съешьте то, что осталось в тарелке, как вы бы ели любой другой суп. Камни должны сохранять отчетливый рыбный аромат даже после того, как вы расправитесь с блюдом. Если вы пока не готовы есть камни на обед, как насчет кофе с оливковым маслом на завтрак? Этот модный напиток стал популярным благодаря Starbucks, и его легко приготовить дома. Если вы думаете, что добавление жира в кофе – это как-то странно, не волнуйтесь, вы уже это делали. Цельное молоко или холодная пена на основе сливок – это все жир в вашем напитке. В некоторых странах, таких как Сингапур, добавление масла в кофе практикуют уже десятки лет. Поклонники этого напитка утверждают, что кофеин впитывает все жиры в масле, благодаря чему он постепенно попадает в ваш организм. И такой кофе дает энергию на более долгий период. Оливковое масло давно заслужило репутацию эликсира здоровья, так как его употребление в любом виде обогащает вас витаминами и антиоксидантами. Если вас беспокоит, что напиток будет больше похож на оливковое масло, чем на кофе, выберите темную обжарку. У нее более насыщенный шоколадный вкус. Если вы не пьете кофе, может, я смогу заинтересовать вас стаканом пилка? Смесь Пепси и молока стала известна в США после того, как Линдси Лохан представила эту концепцию миру в рекламной кампании Пепси к праздничному сезону. Интернет не мог оставить эту идею без внимания, поэтому люди стали экспериментировать в ТикТок и делиться своими реакциями. В рекламе Пепси добавляют в стакан с молоком. В реальной жизни пользователи предпочитают сначала налить Пепси в стакан со льдом, а затем разнообразить напиток разными видами молока, такими как овсяное и соевое. Те, кто пробовал это сочетание, согласны, что оно не так уж плохо, и некоторые говорят, что это похоже на обычную Пепси, но чуть более сливочную. Не хотите ли печенья? И не просто печенья, а японского печенья с осами. Это рисовые крекеры, в каждом кусочке которых есть осы. Эту закуску придумал местный фан-клуб ОС совместно с пекарем-энтузиастом. Для необычного лакомства используются только плохие ребята из мира ОС. Земляные осы. Эти осы парализуют других насекомых, чтобы принести их молодняку в качестве пищи. Не волнуйтесь, они не причинят вам вреда после того, как их сварят, высушат и добавят в смесь для рисового печенья. Те, кто пробовали, говорят, что у лакомства сладковато-солоноватый вкус, а осы напоминают горькие подгоревшие изюминки. Столетние яйца – это еще одна идея из Азии. Это яйца, которые долго хранятся в специальной смеси из глины, соли, древесной золы и извести. Со временем белок яйца становится темно-коричневым или черным и желеобразным, а желток яйца – темно-зеленым. Цвета не самые аппетитные, но у яйца очень насыщенный вкус, и его безопасно есть. Внутри нет бактерий или плесени. Яйца обычно подают в качестве закуски с соевым соусом. Это могут быть утиные, перепелиные или куриные яйца, которые также известны под названием «тысячелетние яйца». Они служат деликатесом уже несколько столетий. Согласно легенде, один человек хотел удивить свою даму сердца утиными яйцами, которые оставил для нее на улице. Она нашла их только через несколько месяцев, и они оказались вкуснее, чем когда-либо. Приятного аппетита! Если вы когда-нибудь окажетесь на рынке в Южной Корее и почувствуете запах морепродуктов, не видя при этом никаких морепродуктов, значит где-то поблизости есть стойка с бондеги. Издалека выглядит как кофейные зерна, но на самом деле это насекомые – личинки тутового шелкопряда. Вы можете найти это блюдо практически везде – от улиц до продуктовых магазинов по всей стране. Обычно его варят или готовят на пару, а на вкус оно напоминает рыбу. Закуска имеет хрустящую внешнюю оболочку, а внутри она сочная. Популярная версия – с солью и специями, хотя некоторые продавцы добавляют сахар, создавая карамельную версию. Шелкопряд столетиями играл важную роль в местной культуре благодаря своему очевидному таланту к производству шелка. Затем у кого-то появилась идея использовать его как доступный источник белка для нуждающихся людей. Говорят, не все влюбляются в это блюдо с первого укуса. До него нужно дорасти. Сейчас его больше всего любят пожилые люди.